В финальной паре Челси-Штутгарт фаворитами в большей степени были англичане, имеющие в своем составе трех ярких исполнителей Сапенинского полуострова. Однако, вопреки ожидаемому ходу развития событий, с первых минут матча вперед пошли германцы, взяв бразды правления в свои руки. Бобич, Балаков и Акпобори сразу принялись искать ключ к успеху у чужих ворот, едва не преуспев в этом занятии. На 20-й минуте Балаков обыграл защитника, и лишь отменная реакция Эда Дегуя спасла Челси от неприятностей. Испытав на себе колкости немецкой атаки, Челси стал постепенно выходить из анабиозного состояния. Грамотно руководил партнерами играющий тренер-англичан Джан-Лук Вяли. Экстравагантный итальянец выступил в качестве искусственного распасовщика, при этом не забывая индивидуально угрожать воротам Вольфорда. На последней минуте первого тайма лондонцы едва не открыли счет, но хлесткий удар с линией штрафной в исполнении капитана команды Денниса Уэйза пришелся в прикирку со штангой. Кульминацией поединка стало 71-й минута. Тренерская интуиция подсказала верный ход Вяли, и на поле вместо навежца Тора Андерфлу появился оправившийся от травмы Джан-Франко Дзолы. Итальянец пробыл в игре всего 23 секунды, после чего, получив выверенный пас от Уайза из глубины поля, эффектным ударом перехитрил голкипера Штутгарта. Этот гол практически предрешил исход поединка и повысил шансы Дзолу на попадание в основной состав сквадра от Зурры. Штутгарт был морально сломлен, и лишь на 84-й минуте после удаления Даны Петреску у команды Юахима Лёва появился шанс организовать спасительный контрнаступление. Но все старания Балаковой компании перечеркнул Пошнер, отправившийся вскоре по дороге протоптанный Петреску. В тот вечер на стокгольмском стадионе Рассунда из 30 тысяч зрителей 13 тысяч приехали с берегов Туманного Альбена. Известные своим буйным нравом, англичане держали себя в рамках, не позволив перехлестнуть эмоциям через край даже после финального свистка. Спустя 27 лет Челси вновь становится обладателем престижного европейского клубного трофея, возвращая честь и славу английскому футболу в масштабах континента. Субтитры создавал DimaTorzok